Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 ноября. Житие Святого Отца нашего Феодоры, архиепископа Ростовского. Святой Феодор, первый архиепископ Ростовский, происходил из того знаменитого своим благочестием рода, которому принадлежал великий подвижник и молитвенник земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Святитель Ростовский Феодор был родной племянник преподобного Сергия, сын его старшего брата Стефана. Этот Стефан, выселившийся, как и преподобный Сергий, вместе с отцом своим, боярином Кириллом из Ростовской области в Подмосковскую область Радонежскую, первую половину жизни своей провел на службе у радонежского князя Андрея Ивановича, сына московского князя Ивана Даниловича Калиты. Он был в числе главных вельмож радонежского князя, славился воинскими заслугами, но особенно отличался своим благочестием. Он был женат и от супруги своей Анны имел двух детей, Климента и Анна. Благочестивая жена Стефана после скончалась, и Стефан тогда решил отречься от мира и принять иночество. Он постригся в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы в Ходькове и предался усердно иноческим подвигам, посту и молитве. Оставив вскоре Ходьковский монастырь, он ушел в Москву, поселился в монастыре Святого Богоявления в особой келье и проводил строгий и суровый образ жизни в посте и молитве, воздерживаясь от вина и пива и одеваясь в ветхие одежды. В то время находились в том монастыре и другие знаменитые подвижники, как Святой Алексий, впоследствии митрополит, старец Геронтий и другие. Их любил Преосвященный Сеогност, тогдашний митрополит Сея Россия. 1328-1353 годы Патриаршесу занимал митрополию. Часто к себе призывал и оказывал им почет. Узнав о благочестивой и подвижнической жизни Стефана, великий князь Симеон Иванович Гордый, княжил с 1340 по 1333 год. Сын Ивана Даниловича повелел митрополиту Феогносту посвятить его в священнический сан, а потом поставить в игумены Богоявленского монастыря и избрал его в духовники себе. Духовными детьми Стефана пожелали стать и многие бояре и вельможи. Великий князь Симеон любил Стефана, почитал и часто с ним беседовал. Таков был отец Святого Феодора, называвшийся в миру Иоанном. По достижении семилетнего возраста Иоанн отдан был благочестивыми родителями в научение грамоте и вскоре изучил все, что было ему преподано. По смерти матери юный Иоанн находился при своем отце, принявшем иночество. Слыша о жизни своего дяди, великого радонежского подвижника Сергия, устроявшего тогда свою первую обитель, которые отовсюду собирались разного чина и звания люди для духовных подвигов, Иоанн горел желанием видеть Сергия и последовать ему. По Божьему смотрению отец Иоанна Стефан отправился из Москвы в Радонежскую область, в монастырь живоначальной Троицы, и привез с собой сына своего Иоанна. Он провел сына прямо в церковь и, взяв за правую руку сам, предал его в руки игумена Сергия, своего родного брата. Несмотря на юные годы Иоанна, которому было всего 12 лет, преподобный Сергий, провидя в нем истинного подвижника, тогда же постриг его выноческий чин 20 апреля на память преподобного Феодора Трефины, в честь которого Иоанн переименован был Феодора. Тогда был обычай давать при пострижении имя того святого, память которого совершалось в день пострижения. Но постриженный инок Феодор и остался на иноческой жительства в Троицком монастыре под руководством великого его основателя. Он стал вести воздержанную, целомудренную и чистую жизнь, усердно посещал церковные службы, внимательно слушал божественные писания и сам часто читал божественные книги. Наставника же своего преподобного Сергия во всем слушался со смирением и кротостью и молчанием. Усердие к церковной и келейной молитве, пост и бдении, усердное пение псалтирии и слезы умиления молодого инока вызывали удивление у окружавших. Особенно замечательно было то, что он ничего не скрывал от преподобного Сергия и днем и ночью открывая ему все свои помыслы. По достижении надлежащего возраста Феодор был посвящен в иерейский сан и продолжал совершенствоваться в иноческих подвигах и духовной жизни. Когда он служил в литургию вместе с преподобным Сергием и своим отцом Стефаном, некоторые иноки, удостоенные особой благодати Божией, видели, как с этими святыми служителями у престола служил ангел Божий. В это время стала посещать Феодора мысль об основании нового своего монастыря, об отыскании удобного места и учреждении иноческого общежития. Мысль эту он поведал своему учителю, преподобному Сергию, и повторял это не раз. Преподобный, видя, что мысль эта решительно овладела Феодором, усмотрел в этом действие промысла Божия. Феодор непрестанно предавался по обычаю ночной молитве. И вот однажды, стоя на молитве, он слышит голос «Феодор, иди в пустыню! Ты устроишь обитель, соберешь в ней многих подвижников, мужей желаний духовных и получишь великую награду на небесах!» Приняв эти слова за откровение свыше блаженной, никому не открыло происшедшим. Но спустя значительное время великий прозорливый Серги сказал своему племяннику «Я, чадо, надеялся, что ты предашь кости моей гробу и станешь после меня игуменом на этом месте. Но если хочешь теперь начать задуманное тобой дело, то да поможет тебе Бог и Пресвятая Богородица!» Благословив своего племянника и ученика, он отпустил его вместе с теми из братьев, которые пожелали с ним отправиться. Преподобный Феодор вышел со своими спутниками из монастыря и отправился искать нужного ему удобного для обители места. И нашел он прекрасное для построения монастыря место, называвшееся Симонова, недалеко от города Москвы, на левом берегу Москвы-реки. Получив известие, преподобный Сергий сам пришел видеть это место, нашел его удобным для построения монастыря. И благословил Феодора приступить к исполнению задуманного предприятия. Получив надлежащее архиерейское разрешение, преподобный Феодор создал на избранном месте церковь во имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, чеснага ее Рождества. Возьмел нужное для монастыря изрядное построение, собрал отовсюду многочисленную монастырскую братью и составил монастырь по строгому чину монастырей общежительных. Сам основатель монастыря подавал пример строгой подвижнической жизни и сиял как внутренними добродетелями, так и внешним благолепием и телесной красотой, отличаясь вместе с тем мудростью и разумом. Все эти качества возбуждали у всех уважение и почтение к нему, и слава его возрастала более и более. Так что дядя его, преподобный Сергий, опасался, что у племянника его не престился этой честью и славою, и непрестанно молился, чтобы Господь Бог помог Стефану совершить течение жизни без преткновения. Когда новооснованный монастырь стал привлекать многих приходящих, Стефан, избегая шумной жизни, решил найти для себя более глухое и уединенное место. Таковое он усмотрел вблизи монастыря на расстоянии двух выстрелов. В густом лесу, близ самой реки Москвы, в пяти верстах от московского Кремля. Здесь он построил для себя уединенную келью и стал подвязаться с новым усердием и в новых трудах. Но и здесь стали собираться к нему ученики, желавшие подвязаться вместе с ним. И здесь посетил его преподобный Сергий и признал, признал новое место удобным для подвигов и для построения монастыря. Митрополит Алексий с 1354 по 1375 дал благословение на основание церкви в Новом Симонове, а за церковью Рождества Пресвятой Богородицы осталось наименование на Старом Симонове. Основание великолепной и обширной каменной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы преподобным Феодором положено было в 1379 году и закончена постройка была только через 26 лет, в 1405 году уже по смерти основателя. Освещение новопостроенного храма совершено было уже митрополитом Киприяном. Одновременно с церковью воздвигнуты были и другие новые обширные монастырские здания, трапеза, келии. Много нашлось благотворителей новооснованного монастыря, князья и бояре, и сам великий князь Дмитрий Иоаннович, а потом сын его и преемник великий князь Василий Дмитриевич. Все драдовали казной и разными вкладами на монастырское строение. Так устроился новый Симонов монастырь, а старый Симонов остался усыпальницей иноков. Еще при митрополите Алексии Феодор был поставлен в игумена Симонов монастыря. Преподобный Сергий был против этого, он желал, чтобы Феодор проводил уединенную жизнь, к которой стремился. Но он должен был уступить настоянием великого князя Дмитрия Иоанновича и митрополита Алексия. Великий князь Дмитрий Иоаннович избрал игумена Феодора в духовные отцы себе. Духовными детьми Феодора пожелали стать и многие бояре и вельможи. Как духовник великого князя и многих бояр, как племянник знаменитого подвижника Сергия, хорошо известный и властям духовным, Симоновский игумен Феодор должен был принимать живое участие в делах церковных. По смерти митрополита Алексия настали замешательства в русской митрополии. В Киеве находился Киприян, поставленный в киевский митрополит еще при жизни святого Алексея и стремившийся распространить свою власть на церковь московскую. А в Константинополе в 1380 году без ведома и согласия московского великого князя был поставлен митрополит и киевский из Яруси Пимин. Великий князь пожелал иметь митрополита Киприяна и отправил звать его в Москву, духовника своего, Симоновского игумена Феодора, который выполнил данное поручение с успехом. Впоследствии несколько раз Феодор исполнял подобное же поручение. Так, в 1384 году он по воле великого князя вместе с Суздальским архиепископом Дионисием путешествовал в Константинополь по делам русской митрополии, так как смута еще продолжалась. В Москве занимали митрополитическую кафедру то Киприян, то Пимин. В эту поездку свою в Константинополь игумен Феодор получил от патриарха Нила, сан архимандрита, а Симонов монастырь сделал мил патриаршем савро-тигиальным. В 1387 году архимандрит Феодор снова путешествовал в Константинополь по делам митрополии, когда туда же ездили и оба митрополита Пимин и Киприян. Из этой поездки Феодор возвратился в сани архиепископа Ростовского вместе с митрополитом Пимином. И после своего назначения на архиепископскую ростовскую кафедру, оставшуюся праздновать после удаления святого Иоанна, Феодор продолжал принимать деятельное участие в церковных делах. Богу нашему слава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok